Эти люди с ограниченными возможностями здоровья, но с безграничным творческим потенциалом. И теперь у них есть свой фестиваль, где они могут продемонстрировать все то, что умеют, общаться и делиться своими талантами. Идейным вдохновителем мероприятия выступила культорганизатор, члена Кружного Совета Ветеранов Елена Васильевна Демина. Я обратилась к Виктору Николаевичу с предложением. Говорю, давайте организуем такой фестиваль, будем раскрывать таланты людей, потому что они находятся в закрытом пространстве. Хотя они тоже хотят общаться, очень много талантливых людей. Сюда подключился Юг Приморья, общественная организация, где усатый Андрей Витальевич, организация «Парус надежды», ПЦСО наше подключилась, специалист администрации по социальной работе Ольга Сивак, Совет ветеранов поселка Славянка. Из этого мы создали оргкомитет и работали. И вот долгожданный момент наступил. Первый окружной фестиваль состоялся в Доме культуры Славянки. Здесь собрались творческие люди со всего Хасанского округа, которые продемонстрировали свои таланты. Получился настоящий креативный праздник. Всех участников и гостей фестиваля поприветствовала председатель Думы Наталья Карпова. Желаю всем сегодня самое главное – хорошего настроения, общения. И я думаю, что этот фестиваль у нас первый. И далее в рамках такой программы мы будем проводить другие мероприятия. Удачи, друзья! Зрителям была представлена яркая конкурсная программа. Участники фестиваля выразили себя в разных видах творчества – вокал, прикладное творчество и создание видеороликов. Со всеми работами мастеров можно было ознакомиться на специальной выставке, организованной в фойе Дома культуры. Акварели Софьи Языковой, фото Дмитрия Кротова, поделки из жгута Сергея Игнатьева, картины и вязания Ирины Симонюк, Елены Еншиной и Светланы Коноваловой, работы из ракушек и фотографий Никиты Снитко, изделия из кожи Галины Кузнецовой, творения из бисера Марины Лычагиной поразили гостей праздника красотой и уровнем исполнения. А вот послушать песни и посмотреть ролики можно было в уютном зале, где все собрались за одним большим столом. Андрей Усатый в минифильме рассказал об истории создания и работе общественной организации «Юг Приморья». А юный кулинар Степан Варганов покорил всех наглядным пособием по приготовлению вкуснейших блинчиков. Он снял подробный видеорецепт, как сделать тонкие, кружевные, похожие на солнышко блины, ну и, конечно же, принес их на дегустацию. Сегодня такой прекрасный солнечный день. И сегодня за теплым дружеским столом, за чашкой чая собрались мы на это мероприятие. И вы знаете, вот все выступления, которые мы сегодня смотрим, они вызывают восторг и восхищение. И очень здорово, что мы это мероприятие проводим, то, что люди сегодня раскрываются в своих талантах, общаются, дарят друг другу приятные минуты. Это очень здорово. Яркие вокальные номера подарили Нелли Михайловна Шумилина, Антон Коростин, Любовь Петровна Недорозенюк, Наталья Игнатьева. Выступления участников не оставили зрители равнодушными. И все в очередной раз убедились, что нет ничего невозможного. Ну а главная цель данного фестиваля – помочь людям с ограниченными возможностями здоровья быть в обществе, находить друзей и единомышленников, обмениваться идеями и вдохновляться творческими способностями друг друга. Украшением праздника стали лирические и задорные песни в исполнении юной Ясмины Авакимян, воспитанницы Елены Васильевны Деминой. Надо, чтобы человек не сидел дома, не сложал руки. Обязательно чем-то надо заниматься. У каждого свое хобби. Такое ощущение. Мы видим, что это редко бывает, что дома, по соседству, соседей то редко видишь. А здесь все, это очень хорошо. Спасибо большое за организатора. Вот познакомились друг с другом, поговорили. Все какое-то общение. Праздник дал возможность всем участникам раскрыть свой творческий потенциал и поделиться успехами с гостями. Ведь специально на фестиваль приехали давние друзья – вокальная группа «Надежда» Владивостокского отделения Всероссийского общества слепых. По окончании фестиваля все конкурсанты были награждены дипломами и памятными подарками от муниципалитета. Активистов отметили благодарностями и подарками окружной думы. А подарки для детей и сладости к чаю предоставил предприниматель Александр Кучкин. Владислав Евдокимов, Виктория Беляева. Новости Славянки.